Приветствуем всех наших зрителей и в самом начале нашего разговора сразу поблагодарим вооруженную силу Украины, ЗСУ, за то, что у нас есть такая возможность сегодня общаться. А у меня есть сегодня возможность и радость задать вопросы известному журналисту Евгению Киселеву. Евгений Алексеевич, рад вас приветствовать. Я тоже очень рад вас приветствовать и надеюсь, что вооруженные силы Украины сегодня преподнесут новые подарки Владимиру Владимировичу Путину по случаю его юбилея и приблизит его конец, если не физически, то политически. Об этом обязательно поговорим подробнее, но перед этим я хочу сразу всех наших зрителей попросить подписаться на YouTube канал Евгения Киселева. Ссылку вы найдете в описании. Пожалуйста, сделайте это, поставьте колокольчик, лайк под видео и комментарий. Ну и, пожалуйста, не забудьте подписаться и на мой канал. Да, вот, пожалуйста, подпишитесь, это я уже со своей стороны говорю, подпишитесь, пожалуйста, на канал Василия Гонолланова. Он только-только запущен, по-моему, ему отроду неделя, да, Василий? Полторы. Вот, но я очень надеюсь, что он быстро раскрутится. И мы друг другу в этом поможем. Спасибо большое. Евгений Алексеевич, давайте уж с темы, которую вы начали. Может, надо бы обойти эту тему стороной или не надо? 70 лет назад появился на свет мальчик, которого назвали Вова, который в результате принес огромную беду в этот мир. Какой, возможно, подарок преподнесут ему вооруженные силы Украины? Вы об этом сказали. Хотелось бы как можно больше освобожденных территорий, временно оккупированных Российской армией. А вот нет ли риска, что российские генералы или его окружение захотят преподнести ему какой-то кровавый подарок в честь юбилея? Ну, посмотрите, вот, я не знаю, вы успели посмотреть обращение Алексея Резникова, министра обороны, который на русском языке сделал ко всем генералам, офицерам и рядовому составу Российской армии. Он, в общем, как мне кажется, сделал это исключительно для того, чтобы заставить хотя бы часть этих людей, у которых хоть немножечко осталось совести и здравого смысла, задуматься над тем, а не пора ли выйти из подчинения, да, из повиновения не пора ли выйти, да, из-за флажки? И, может быть, обратить оружие против вот обезумевшего российского диктатора, вот, который празднует сегодня свой 70-летний юбилей. Вот Сталин отпраздновал свой юбилей в декабре 49-го и потом еще три с небольшим года прожил, сдох в марте 53-го. А я, честно говоря, очень надеюсь, что путь с Путиным это случится раньше, не в физическом, а в метафизическом смысле, что его правление подходит к концу, его политическая карьера скоро закончится и, надеюсь, закончится бесславной. И, возможно, в этом примут участие офицеры и генералы российской армии, которые унижены и оскорблены. Прежде всего, например, решением Путина присвоить звание генерал-полковника Рамзану Кадырову. Ну, вот, представьте себе, что должны думать кадровые российские офицеры, какие бы там они ни были. Вот, выводим за скобки наши с вами к ним отношения, да, вот, представьте себе, вот, там сидит какой-то генерал-полковник Лапин и чего-то там планирует, а ему вот командующий ТикТок войсками отпускает с дивана со своего роскошного где-то там в его штаб-квартире, то ли в Грозном, то ли в Гудермесе, ценные советы и пожелания, в том числе, снять с себя погоны и рядовым отправиться там на передовую. И тот его пытается публично одернуть, и Путин занимает сторону вот своего Нукера. По сути-то, вот это вот решение о присвоении ему такого же звания, которое есть у кадрового офицера Лапина, это пощечина вооруженным силам. Евгений Алексеевич, на нем было не только одна Лапина, там он и на тех, кто его покровительствует, он намекал, я так понимаю, на Герасимова, поддержал его Пригожин, то есть там серьезная конфронтация произошла. Там такое ощущение, что система пошла в разнос. Ну, слушайте, я знаком давно с Алексеем Резниковым, я знаю его с самой лучшей стороны, как человека глубоко образованного, мыслящего, сильного переговорщика, настоящего политика, который знает, что, когда, где говорить. Ну, так сложилось в жизни, что я с ним познакомился лет 20 назад, когда он, наверное, еще не предполагал даже в страшном сне, что ему придется стать министром обороны Украины. И я понимаю, что этот человек просто так ничего не говорит. То есть я думаю, что он точно выбрал момент. Он понимает, что вот сейчас система военная в России пошла в разнос. То сейчас военные на грани срыва. Военные на грани нервного срыва в истории разных стран очень часто выходили на улицу и брали власть в свои руки. Когда были недовольны тем, как действующая власть справляется. И иногда они были мотивированы, знаете ли, вот не какими-то прагматическими соображениями. Что вот нужно там по-другому вести экономическую политику, по-другому вести внешнюю политику. А иногда они выходили на улицу и обращали оружие против своих правителей, потому что руководствовались, если угодно, эмоциями. Потому что офицерская честь была задета. Евгений Алексеевич, о тех, кого мобилизируют сейчас. Вот появилась информация о том, что и в Питере, и в Москве начали приходить повестки. И более того, в Москве даже военкомы обратились к МВД с требованием искать по линии МВД тех, кто не приходит в военкоматы. Если раньше мы говорили о том, что на войну в Украину отправляют из самых депрессивных и бедных регионов, то сейчас уже повестка доехала и до мегаполисов, до Москвы и Питера. Как это может повлиять на протестное настроение? И вот те мобилизованные, пусть даже с ржавыми автоматами, насколько вероятно, что они могут развернуться и пойти в сторону Кремля? Вы знаете, я пока в это не очень верю. Я верю в то, что, условно говоря, гвардейские полки или батальоны под командованием своих офицеров или генералов могут принять участие в попытке военного путча. В это я верю. А в то, чтобы мобилизованные недовольные как-то начали протестовать или потенциальные мобилизованные вышли на улицу, к сожалению, не очень в это верю. Вы знаете, почему? Потому что все-таки мы не очень хорошо с вами понимаем, до какой степени страх проник во все поры российского общества. Российское общество, оно крайне разрозненно, атомизировано, каждый сам по себе, все страшно боятся репрессий. Вот поверьте мне, все, что я слышу от своих московских друзей, знакомых, не так много у меня осталось, но они все абсолютно говорят одно и то же. Страх, 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 патологический страх. Понимаете, люди, которые искренне вопрошают, ну а почему же народ не выйдет на улицу в России? Ну потому что люди, которые задают этот вопрос, никогда не жили в ситуации того страха, который сейчас, повторяю, пронизал все российское общество. Я даже этого не понимаю. Слушайте, я уж скоро 15 лет как уехал из России и скоро 9 лет как там, что называется, ни ногой не бывал ни разу. И я, увы, потерял вот ощущение, вот многие ощущения, они разлиты в воздухе, и для того, чтобы судить о чем-то, там все-таки надо находиться. Я просто верю тем людям, которые мне говорят, Евгений Алексеевич, там Евгений, Женя, ты не представляешь, что у нас творится. Единственное, что удалось, наверное, за 20 с лишним лет пребывания у власти Владимира Путину сделать успешно, по-настоящему, вот от начала до конца, это выстроить вот эту вот машину страха и террору. Евгений Алексеевич, тогда встречный вопрос. Почему в Киеве после избиения студентов на Майдане возле елки выходят тысячи, десятки тысяч людей, а в Москве параллельно при этом под угрозой отправления их детей, братьев, сыновей, отцов на войну против... Не выходят. Они, скорее всего, останутся, они не выходят. Потому что страх, потому что в Киеве страха не было. Ну, слушайте, вы же были в Киеве в 2014 году, в 2013 году. Началось-то все в конце ноября, в начале декабря 2013 года. Потому что украинцы вот этого страха не знали. Понимаете, я не хочу ни в коем случае никого обидеть, понимаете, но Янукович, знаете, был такой плюшевый тиран на глиняных ногах, который там при первой же серьезной укрозе для себя лично собрал манатки и деру дал. Вы же помните, человек почти двухметрового роста, здоровенный, рухнул в обморок от того, что в него яйцом кинули. Ну, это вот знаменитый эпизод 2004 года. Всякое говорили, но тому очень четко видно, что он выходит уже на трясущихся ногах из своего этого самого бронированного автобусика. И тут же в него летит яйцо, и он прямо раз и падает в обморок от страха. Все. И, понимаете, вот я не хочу никого обидеть, еще раз говорю, но, понимаете, если бы начали стрелять сразу, вот как начали стрелять уже на следующий год в феврале на Институтской и на других улицах в центре города и убивать людей. Вот если бы там такие палачи оказались бы у руководства Беркутом и другими правоохранительными, с позволения сказать, органами. Если бы снайперы сразу начали бить прицельно по толпе, бог его знает, как бы дальше пошли события. Но ведь струсил, струсил, струсил Янукович, с самого начала струсил. Несколько раз пытался разогнать силы Майдан, ничего у него не получалось. А если бы, извините меня, пошли бы в наступление безжалостно, давя гусеницами бронетранспортеры или танки и открыли бы по толпе стрельбу, бог его знает, чем бы все это закончилось. Да, мы не знаем, Евгений Алексеевич, история сослагательного нападения. История не знаю, сослагательного нападения, но я точно понимаю, что не было в воздухе страха. Вы себя вспомните, вы боялись Януковича? Евгений Алексеевич, о каком страхе можно говорить, когда ребята с пластиковыми щитами бежали против винтовок снайперских? Ну там уже, вы знаете, когда были события февральские на Институтской и на других центральных улицах Киева, где пролилась действительно большая кровь, ну там уже люди сознательно совершенно шли в бой, сознательно шли на смерть. Это была уже другая ситуация. Я говорю о вот изначальной точке событий. Евгений Алексеевич, предлагаю вернуться в 2022 год. Вот совершенно недавно президент США Джо Байден сравнил нынешнюю ядерную угрозу Кремля с карибским кризисом 60-х годов. У нас есть парень, которого я достаточно хорошо знаю, он не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают в своей работе, сказал президент США. Я не думаю, что существует такая вещь, как способность легко использовать тактическое ядерное оружие и не закончить армагеддоном. Евгений Алексеевич, вот казалось бы, что ядерная угроза, которая в последнее время была темой номер один достаточно долго, вроде бы начала уходить уже с повестки дня, но нет. Джо Байден опять возвращает ее на первые полосы, а на днях Меркель посоветовала всерьез относиться к ядерным угрозам Путина. Все-таки ядерная угроза, в каких масштабах она надвисает над Украиной? Ну, послушайте, я думаю, что Байден начинает говорить о серьезности ядерной угрозы, потому что у него для этого есть достаточная информация, достаточно оснований. Я не раз уже слышал от всевозможных военных экспертов, и украинских, и оппозиционных российских, и западных, о том, что у американской разведки, у британской разведки, возможно, у других разведок стран НАТО есть достаточно надежные информации, есть каналы информации, по которым они могут в упреждающем порядке получать сведения о готовящемся применении ядерного оружия. Ну, например, современные возможности космической разведки, аэрокосмической разведки таковы, что мгновенно практически в режиме реального времени станет известно, что те или иные виды ядерного оружия покинули места хранения. Ну, условно говоря, это общее место уже, кажется, все знают о том, что атомные боеприпасы, скажем, для стрельбы из артиллерийских орудий, там есть два вида боеголовок мощностью 0,4 килотона и 0,8 килотона, соответственно, для гаубиц 152-го и 203-го калибра. Вот они не хранятся там же, где эти гаубицы находятся на огневых позициях или в резерве. Их специально привезут из специальных секретных хранилищ, где они расположены, где они находятся на специальном хранении. И есть так называемое 12-е управление Министерства обороны России, которая отвечает за хранение, транспортировку и поддержание ядерных боеприпасов разного калибра, разного вида в рабочем состоянии. Если кто не знает, атомные боеголовки, они не вечные. То есть, условно говоря, артиллерийский снаряд может очень долго храниться. Гораздо дольше, чем атомная боеголовка. Атомная боеголовка в результате процессов полураспада, в конечном счете, выходит из строя. Ее нужно обновлять и менять. Всем этим занимается, с одной стороны, 12-е управление Министерства обороны, а с другой стороны, Росатом, ведение которого, в том числе, находятся научные центры и заводы по производству или по обновлению ядерного оружия. И, короче, если из какого-нибудь этого склада выйдет, я не знаю, там, автоколонна, спецбронетранспортер или еще какое-нибудь транспортное средство и повезет в направлении украинской границы, кофр вот с такими зарядами для артиллерийских снарядов, гаубиц крупного калибра, то об этом разведка узнает очень быстро. И дальше... Кроме того, кроме того... Действия, Георгий Алексеевич, вот узнали. Вот узнали, допустим, кофр везут. Ну, я думаю, я думаю, что дальше начинается уже эскалация политического свойства. То есть звонит Байден Путину. Красная линия же, так называемая, кстати, созданная после Карибского кризиса 1962 года для срочной связи между двумя президентами. Ее, по-моему, никто не демонтировал и никто не отменял. Ей могут не пользоваться, но полагаю, что, собственно, ее единственное предназначение – это срочная связь между Белым домом и Кремлем на случай эскалации ядерной угрозы. И звонит вот по этой красной линии Байден Путину и говорит, слушай, Путин, мы знаем, что везете ядерные боеприпасы на передовую, собираетесь стрелять из пушек с этими самыми боеприпасами. Подумай еще раз, предупреждаем последний раз. Остановись, последствия будут ужасные. А какие дальше могут быть последствия? Ну, слушайте, у Соединенных Штатов достаточно высокоточного оружия дальнего радиуса действия. Слушайте, тут комету сбили недавно. Агентство аэрокосмическое, НАСА, американское аэрокосмическое агентство, специально запустило ракету для того, чтобы попасть точно в какой-то там метеорит или астероид, пролетавший мимо Земли, но для того, чтобы продемонстрировать, на что они способны. Попали. Я думаю, что какой-нибудь суперсовременной крылатой ракетой нового поколения могут точно попасть в тот самый грузовичок или тот самый спецбронетранспортер, которым везут эту самую ракету или этот самый боезаряд. Один вариант. Второй вариант могут ударить такими же неядерными боеприпасами по центрам управления, как любят говорить в Москве, нанести удар по центрам управления. В том числе есть специальные ракеты, которые могут и любой бункер пробить. Так, на секундочку. Потом, вы знаете, я не готов строить какие-то сложные комбинации, выстраивать какие-то словесные кружева, плести по поводу возможности агентурной разведки, но есть ощущение, что многие вещи на Западе узнают от хорошо законспирированных и внедренных куда-то там, либо в окружение Путина, либо в окружение каких-то других высокопоставленных московских начальников, хорошо законспирированных, повторяю, агентов, которые просто добывают непосредственную информацию и как-то ее передают. Кроты, я думаю, и в Кремле, и в Минобороны, и в российском правительстве, и уж точно в Государственной Думе, давно уже завелись. Потому что, ну, сейчас очень многие люди, наверняка, я в этом совершенно не сомневаюсь, не все же идиоты, не все самоубийцы. Все же понимают, к чему дело может привести Владимир Владимирович, что Путин. И я думаю, что как минимум дают утечки. Вы знаете, я просто по-журналистски помню, еще там с 90-х годов, как только какие-нибудь чиновники становились недовольными тем, что делает правительство, тем, что делает президент, тут же шли какие-то утечки. Сразу сами приносили в клювике какую-то там суперценную информацию, чтобы предупредить средства массовой информации и российские, и зарубежные о том, что там готовится. Во всяком случае, там о грядущем начале Чеченской войны в 94-м году, но все были заранее проинформированы благодаря многочисленным утечкам и из правительства, и из аппарата президента, и из спецслужб, и из Министерства обороны. То, что началась война в Чечне, это ни для кого сюрпризом не было. И я тоже думаю так, что сейчас вот уже ушло в прошлое то время, когда возможно было применить ядерное оружие внезапно. Вот знаете, раньше очень многое, как я понимаю, в военной науке строилось на концепции внезапного применения того или иного оружия. Сейчас, когда электронные возможности, цифровые возможности, информационные ушли невероятно далеко, сейчас вот уже ничего внезапно сделать не удается. Евгений Алексеевич, еще одну тему, которую я хочу обсудить с вами обязательно, это Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2022 правозащитнику из Беларуси Олесю Беляцкому, российской правозащитной организации «Мемориал» и украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод». Хочу услышать ваш комментарий. Так, у нас зависло, у меня зависла ваша картинка. Есть. Так. А на каком моменте зависла? Я попрошу, ребята вырежут. Зависла на месте, вот вы сказали про «Центр гражданских свобод», хочу услышать ваш комментарий, и на интонации кверху она зависла. Евгений Алексеевич, хочу услышать ваш комментарий, поскольку разные мнения были озвучены, что, мол, странно, что представителям России, Беларуси и Украины была бы присуждена премия мира, несмотря на то, что там какую-то оппозиционную роль занимают или Олесь, или организация «Мемориал» и так далее. Как вы считаете, насколько это было правильно разделить ее на представителей трех стран, воюющих между собой? Ну, смотрите, мне кажется, что это правильное решение. Я лично им очень доволен. Я недалее, как вчера, накануне дня рождения Владимира Путина, говорил, что один из самых ценных подарков, который испортит ему настроение, может ему преподнести как раз Норвежский Нобелевский комитет. Я просто напомню, что Нобелевскую премию мира присуждает по традиции, согласно завещанию Альфреда Нобеля, учредителя этой самой премии, Норвежский парламент. Норвежский парламент избирает Нобелевский комитет из пяти человек, и вот этот комитет из пяти человек ежегодно присуждает Нобелевскую премию мира. Почему Нобель решил вот так вот в далеком 1895 году эту важную функцию поручить Норвежскому парламенту? Ну, можно только догадываться, говорят, что покойник сочувствовал движению за полную национальную независимость и суверенитет Норвегии, которая в то время еще была в унии со Швецией и не была самостоятельным полностью государством. Ну и вот поэтому он решил вот так вот поступить в знак поддержки Норвегии, которая, повторяю, не была еще самостоятельной независимой страной. И Норвежский, этот самый Нобелевский комитет, конечно, был в сложной ситуации, потому что он не сам принимает решения, тут еще что важно понимать, он рассматривает заявки, номинации, которые подают лауреаты прошлых лет, какие-то авторитетные общественные организации, там длинный список организаций и лиц, которые имеют право номинировать кого-то на Нобелевскую премию мира. Ну, кстати, я думаю, что если бы не правило, которое гласит, что крайний срок подачи заявок, представления кандидатов 31 января, то вполне вероятно Зеленский бы, Владимир Зеленский получил бы премию мира. Но, к сожалению, вот он стал популярнейшим политиком, противостоящим России, человеком, которого многие называют лидером свободного мира, только после того, как Россия напала на Украину, как началась вот эта вот страшная, широкомасштабная, агрессивная война Путина против украинского народа. 24 февраля. Уже срок номинирования прошел, и вот тут вот исключений не бывает. И на самом деле авторитет и престиж Нобелевской премии в значительной степени зиждется на ее вот безукоризненном, таком вот пунктуальном, педантичном следовании всех правил. Никаких исключений. Возможно, что Владимир Зеленский получит Нобелевскую премию через год, через два. Я думаю, что он ее заслужил, так мне кажется. Ну, а вот сейчас Нобелевский комитет, у него был там, условно, я не знаю, 25, 50, 100 заявок на номинацию. И они сидели и думали, кого назвать лауреатом этого года. Понимаете, ведь все-таки премия мира, главная угроза миру исходит от России, от российского диктатора Путина. И присвоить какой-нибудь Грете Тумберг, которая, кстати, была там где-то в шорт-листе, присвоить Грете Тумберг премию мира или чрезвычайно уважаемому старику, кинодокументалисту Ричарду Аттенбору, которого тоже, как утверждают по утечкам информации из норвежского парламента, тоже выдвигали на премию мира за его вклад в борьбу за сохранение природы, за его многочисленные блестящие документальные фильмы, которые он снимал в своей жизни много раз. 95 лет старику, блестящее, конечно, вот это вот кино про зверей, про природу. Но вот вручить Грете Тумберг или Ричарду Аттенбору Нобелевскую премию мира в ситуации, когда судьба мира зависит от того, что происходит вокруг Украины, вокруг Белоруссии в том числе, когда вот происходит битва добра со злом. Это было бы очень странно. Ну и поэтому, я думаю, принято такое решение. Кто сегодня противостоит Путину? Простоит и противостоит собственное гражданское общество. Да, маргинализированное, да, атомизированное, да, выдавленное в значительной части в эмиграцию. Многие люди сидят в тюрьме, многие вынуждены покинуть Россию. Но все-таки есть люди, которые продолжают бороться и сопротивляться. То же самое касается Белоруссии. Лукашенко подручный Путина вот в этой войне. Может быть, там его вооруженные силы напрямую не участвуют в боевых действиях, но он предоставляет свою территорию для российских ракет, для российских самолетов, для сухопутных войск. Мы же помним, что наступление на Киев в самом начале войны велось именно с белорусской территорией. И я не исключаю того, что будут и новые попытки использовать Белоруссию как плацдарм для каких-то новых атак против Украины. Ну и, наконец, сама Украина. Я, честно говоря, грешен, хочу сказать, вот не знал про существование вот этого Центра гражданских свобод, потому что в Украине огромное количество разного рода неправительственных, некоммерческих организаций, огромное количество активистов. Ну и, скажем так, ну отлично. Не знаю вот эту конкретную организацию, но, слава богу, будем считать, что эта организация получила премию от имени всех многочисленных, сотен тысяч, наверное, гражданских активистов, которые что-то делают для того, чтобы поддержать армию, для того, чтобы выводить на чистую воду преступников военных. Вот я успел прочитать, что этот Центр гражданских свобод проделал очень большую работу по оказанию помощи международным расследователям, представителям, в том числе, международного суда, которые собирают информацию о военных преступлениях, совершенных российскими оккупантами в освобожденных районах Украины. Ну и общество «Мемориал», ну это, конечно же, тоже такая увесистая премия Нобелевское общество «Мемориал», это такая очень увесистая пощечина Путину ко дню рождения, к его юбилею, потому что «Мемориал» был одним из самых ненавистных для Путина организаций была. Эта организация создана еще в 80-е годы прошлого века. Можно сказать, наверное, это первая независимая общественная организация в бывшем Советском Союзе. Это было в 1988 году, когда вдруг в обществе заговорили о необходимости почтить, увековечить память жертв сталинских репрессий. А потом и вообще всех репрессий, которые происходили на территории бывшего Советского Союза в годы советской власти. И сначала заговорили о том, что вот надо создать мемориал. И шли споры, вот где этот мемориал должен находиться. Кто-то говорил, что нужно снести мавзолей Ленина и на его месте построить вот этот мемориал или превратить мавзолей в мемориал жертвам репрессий. Кто-то называл другие места. Но пока вот шли споры, кто-то сказал, а давайте создадим общество, которое будет собирать всю информацию о жертвах сталинских репрессий поименно. Кто, где, когда был арестован, судим, тройками или расстрелян без суда и следствия. Кто, где погиб, кто, где может быть похоронен. Ну и вот возникло мощнейшее такое, с одной стороны, культурно-просветическое, с другой стороны, правозащитное общество, мемориал, которое, конечно, чекисты ненавидели, потому что, ну как, они же их преступлениями занимались, преступлениями их, что называется, духовных предшественников, тех, кто стрелял в затылок в 1937 и в другие годы. И в итоге точили, точили зубы. И вот в декабре прошлого года через поиску, по-моему, московской прокуратуры закрыли власти общества, мемориал. Сейчас оно, насколько мне известно, возрождается в изгнании. То есть им удалось сохранить свои архивы, им удалось сохранить свою библиотеку, многое, что они смогли сохранить. И вот, насколько я знаю, мемориал сейчас будет возрождаться уже где-то во временном изгнании в эмиграции. Но это очень достойная организация. Я просто аплодирую Нобелевскому комитету за то, что они почтили уважение, воздали дань уважения этой организации, потому что в свое время к деятельности мемориала приложил руку и покойный академик Сафаров. Он был, если память не изменяет, почетным председателем, первым почетным председателем общества «Мемориал». И там были другие замечательные люди. С некоторыми из них я имел честь быть знакомым. В общем, правильно это такое треединое решение. Я знаю, что Олесь Беляцкий, это тоже правозащитник белорусский саштажем, который начинал свою правозащитную деятельность еще в советские времена, дважды попадал в тюрьму. Сейчас он сидит в застенке Лукашенковском. И в некотором смысле вручение ему Нобелевской премии – это продолжение традиции, которая была раньше, потому что Нобелевскую премию в прошлом, именно премию мира, не раз присуждали людям, которые боролись против диктаторских, тоталитарных режимов. В 1935-м, по-моему, или 1936-м году получил Нобелевскую премию мира Карл Фунасецкий, один из тех, кто боролся с гитлеровским режимом, журналист, общественный деятель, правозащитник. Он сидел тогда в гитлеровском концлагере. Гитлер был разгневан, взбешен. Награждением его Нобелевской премии его пытались освободить, но, к сожалению, он так и погиб в тюрьме. Были и другие примеры, например, тот же самый, ну, помянутый мной академик Сахаров в 1975-м году, когда он был в глухой опале в советские времена, получил Нобелевскую премию мира. Можно вспомнить иранскую правозащитницу Ширина Абади, которая тоже, находясь в местах не столь отдаленных, была удостоена Нобелевской премии мира. Можно вспомнить, я не знаю, китайского правозащитника Люсяу Бу, тоже получившего Нобелевскую премию мира, когда он сидел в тюрьме. Кстати, тоже умер, к сожалению, в тюрьме. В общем, есть решение присудить Нобелевскую премию мира политическому заключенному в Беларуси. Это тоже важный такой жест. Вот понимаете, есть Путин, есть его подручный Лукашенко. И вот в ответ Нобелевский комитет принял такое решение. Получите, распишитесь. Евгений Алексеевич, буду авансом просить вас о следующем нашем разговоре, поскольку у меня осталось огромное количество вопросов, которые я хочу вам задать. Поэтому очень надеюсь на нашу скорейшую встречу в таком формате уже в ближайшее время. Буду вам очень благодарен. Всегда к вашим услугам. Спасибо большое, Евгений Алексеевич. Попрошу наших зрителей еще раз подписаться на YouTube-канал Евгения Киселева. А я прошу, чтобы подписались непременно на YouTube-канал Василия Голованова. Спасибо большое. Спасибо нашим зрителям. И до встречи. Счастливо. Спасибо.